Студент Это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. Именно это мы попробуем сделать при помощи нашей программы. В студии Ильдар Галиев вы смотрите первый выпуск студенческого обозрения. Комсомолу исполнилось 95 лет. Студенты обучают компьютерной грамотности пенсионеров. Двигайся вместе с новым движением или стань звездой нового проекта Оринстарт, который совсем скоро появится в сети интернет. Все это темы наших новостей. Оринстарт – региональный проект, участники которого создают собственное интернет-телевидение. Здесь все жанры хороши, кроме скучного. Директор Ассоциации Оренбургский региональный центр социальной информации Вадим Никулин встретился со студентами разных вузов и рассказал о задачах, которые стоят перед ними. Главное – направить свою идейность и креативность в нужное русло и показать свои видеоматериалы и подкасты всем пользователям сети интернет. Со временем сформируется собственная зрительская аудитория. Темы для видеоматериалов самые разнообразные – спорт, туризм, культура и все такое. Видеоролики делятся на игровые и репортажи. Каждый из них, прежде чем будет размещен, обязательно пройдет модерацию. Кроме того, ролики оценит компетентное жюри, а их авторы получат денежные призы. Мне было интересно. Идей у нас в УЗИ очень много. Пытались всегда найти какую-то видеоподдержку. Клуб веселых и находчивых, проще говоря, КВН – игра, в которой принимают участие все факультеты Оренбургского государственного педагогического университета. Готовятся к нему студенты со всей ответственностью, чтобы в день проведения порадовать зрителей искрометным юмором. В полуфинале приняли участие три команды – Кекс Института физической культуры и спорта, Кеннеди – факультет иностранных языков и без комментариев факультета психологии. Каждая придумала что-то свое. Благо, что ограничений не было. Даже тема этого сезона КВН – свободная. О том, что у ребят все получилось на отлично, говорит полный зал. Здесь собрались все любители шуток и активного образа жизни. Выступление было нестандартным, а вот конкурсы вполне стандартными. Приветствие, разминка и музыкальный. Каждый из них прошел очень оживленно под аплодисменты зала и одобрительные оценки жюри. В целом все, как игроки команд, так и зрители, получили заряд положительных эмоций, которых хватит до финальной игры КВН, которая состоится уже в декабре. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, ВЛКСМ, отметил свое 95-летие. Тысячи жителей нашей страны считают этот праздник своим. Для сотен оренбушцев комсомол – это не просто слово, это на самом деле судьба. Изменились времена, политическая система, но тот огонек, который зажег в сердцах этих людей комсомол, горит до сих пор, и потушить его нельзя никаким венем времени. Каждый год со значками ВЛКСМ на груди и юношским задором комсомольцы разного возраста встречаются вместе и вспоминают, как дорог для каждого из них этот значок. Если говорить вот уже более высоким стилем, то это, безусловно, ассоциация с организацией, которая внесла гигантский вклад в формирование личностей, в воспитание граждан, патриотов своей страны. Это организация, которая бралась за очень сложные участки работы. Это организация, которая вывестила миллионы героев своего отечества. Петенька Идея создания подобных центров принадлежит Межрегиональной общественной ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров Санкт-Петербурга. Тругательно называется «Бабушка и дедушка онлайн». Действует с 2008 года, охватывает 47 регионов и, наконец-то, дошла до нас. Молодежные организации нашего региона с удовольствием поддержали проект и охотно взялись за его воплощение. 7 декабря состоится финал телевизионного музыкального конкурса «Новое движение». Его победитель получит приз 100 тысяч рублей. За главную награду борются исполнители из Оренбурга, Уфы, Челябинска, Новотроицка, Актюбинска и Самары. От Москвы до Токио, сердце навсегда моем, поселились разные люди страны. На сайте orenshow.ru скоро стартует зрительское голосование за клипы, а жюри оценят выступления финалистов в ходе концерта. Конкурсантам предстоит сыграть и спеть живьем перед экспертами шоу, среди которых рок-журналист Владимир Кальян, композитор и продюсер Ким Брейдбург, а также лидер группы СМБ Иван Демьян. На глазах у всех никого не замечают, только образ твой внимаю, он мне ест нутро. Специальными гостями финального шоу в ДК «Газовик» станут герои мюзикла «Голубая камея». Зрители гала-концерта «Нового движения» первыми познакомятся с этой уникальной постановкой, ведь премьера мюзикла намечена только на 20 декабря. Автопати с финалистами проекта пройдет в клубе «Фабрик», где выступит группа СМБ. Так вкратце можно охарактеризовать жизнь студенческую, жизнь активную. А вот что касается жизни спортивной, рассказываем. На зарядку «Становись»! Этот лозунг из советского прошлого снова в моде. С таким призывом обратились медики к людям разного возраста и получили на него самый живой отклик. Подробности в сюжете Ольги Сиротиной. «Доброе утро! Мы начинаем комплекс упражнений для утренней зарядки. Поставьте ноги на ширине плеч, делаем глубокий вдох через нос, выдох через рот». Не каждый заставит себя встать пораньше и заняться гимнастикой в одиночку, а в компании уже легче. На это и рассчитан новый телевизионный проект «Утренняя зарядка», разработанный Министерством здравоохранения области. Не словами, а собственным примером. Медики решили предложить оренбуржцам сделать шаг к здоровому образу жизни. «Утреннюю зарядку можно сделать в любом возрасте. Главное – не лениться и делать с упражнений с удовольствием. Тогда и польза будет очевидна». Для разных возрастных групп разработаны комплексы упражнений, которые будут выполнять дети, студенты, взрослые и даже беременные. Гимнастику будут транслировать каждое утро на телеканале ОРТ «Планета». Для записи зарядки пригласили учащихся оренбургских вузов. Ребята из медицинской академии и педагогического университета с удовольствием приняли предложение. «Моя будущая профессия – врач. Я знаю, что движение – это залог здоровья. Чтобы сохранять хорошее настроение и бодрость, не забывайте про утреннюю зарядку. Делайте, как мы». «Я считаю, что спорт – это здоровье, это энергия, это всегда хорошее настроение». «Я занимаюсь спортом, это моя будущая профессия. Начинайте свой день с утренней зарядки и делайте, как мы». Проект «Утренняя зарядка» стартует в декабре. Просыпайтесь пораньше, включайте телеканал ОРТ «Планета» и делайте гимнастику. «Параллельно полу, наверх. Отлично. Мы завершили наш комплекс утренней зарядки. Спасибо вам большое». Ну что ж, как говорится о «спорт – ты жизнь» и с этим не поспоришь. Студенты вузов Оренбурга принимают самое активное участие в различных турнирах и соревнованиях. Среди них Алия Бекужина. О том, какая она студентка 21 века, в нашей рубрике «Лидер». Дорога до вуза стала для Либи Кужиной родной. Сейчас она на четвертом курсе Института физической культуры и спорта Оренбургского государственного педагогического университета. У девушки не было вопроса, кем быть. Еще в 9 лет серьезно увлеклась самбо, и это определило будущую профессию. Секция для нее не хобби, а образ жизни. Мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо и при этом примерная студентка и верный друг. Жизнь студенческая проходит очень активно, весело. Я часто волонтером была в Казани, на универсиаде, представителем Института физической культуры. Потом стою в научном сообществе, сно, пишу научные работы. Алия Бекужина – человек, открытый к общению, всегда готовый прийти на помощь. Именно так говорят они сверстники. Сложных тем для девушки просто не существует. Она может поддержать разговор на каждую, причем как серьезно, так и шутя. Алия придерживается позиции, что жить нужно активно и не сидеть на месте. Поэтому успевает все, как рассказывать о своих поездках и соревнованиях, так и отвечать у доски. Я не считаю себя прям лидером, но просто я никогда не отказываю, если кто-то просит помочь. И если чего-то хочу, я стараюсь добиваться. Ну, как бы, не это. Меня, как говорится, не отступаю. Но с ребятами, с ребятами я со всеми общаюсь. В принципе, конфликтов у нас нет. Быть лучше, быть первой девушку научил спорт. Занимаясь в зале с такими же, как она, активными и целеустремленными, Алия учится побеждать как соперников, так и саму себя. Ведь кроме спорта через год появится специальность. Она получит диплом педагога. И в своей будущей деятельности ей есть на кого равняться. Спорт, в первую очередь, воспитывает дисциплину и собранность в человеке. Как бы, в принципе, ничего сложного в этом нет. Что преподаватели идут на встречи, им вообще огромное спасибо. Потому что они, как бы, ждут, они могут где-то поставить оценку, а потом приедешь в соревнования, им будешь отвечать. Они верят, что я буду отрабатывать это все. Как бы, идут на встречу. На встречу идут не потому, что она звезда в спорте, а потому, что твердо знают, обещала, значит, отработает. И так во всем. Алия внешне хрупкая и скромная, остается верной своему слову и делу, которое для себя выбрала. Именно так и выглядит лидер в студенческой группе. Дружит со спортом, однокурсниками и наукой. А между всем этим просто отдыхает. Кстати, об отдыхе. Каким представляют себе идеальный отдых студенты в разных вузах? В рубрике «Рейтинг студента». Я считаю, что вариант поспать, убраться дома или постирать можно оставить на тот период времени, когда уже будет семья и дети. А пока ты молод и тебя не тяготит этот груз, мне кажется, необходимо, ну, если так можно сказать, отрываться, веселиться и обязательно общаться со своими сверстниками, чтобы развиваться как личность. Это самые лучшие выходные, когда собираются все друзья вместе. Ну и, конечно, если это теплое время года, то на природу, за город, если это возможно, дача, просто пикники, походы, неважно. На первых курсах я гулял по городу так, как я сам с периферией. А уже последующие выходные проводились уже со знакомыми, с друзьями, где-то в парках, занимались спортом, роликах катались, я не знаю, футбол играли. А сейчас же, когда я вступил в отряды, то мы проводим выходные наиболее насыщенно. Мы занимаемся с детьми в детских домах. Например, я вхожу в педагогический отряд «Крылья». У нас больше 60 человек, и мы просто так собираемся в выходные, ходим в киат, в театр, например. Ну, мы можем собираться так же на дому, просто так беситься, это очень здорово. Это мнение наших студентов. Кстати, парадоксально, но факт. Они же утверждают, что отдыхать можно и работая, выполняя полезные дела и общественные поручения. Подробности в сюжете Юлии Гражданкиной. Они активны и полны желания как учиться, так и учить. Педагогический отряд дает такую возможность. Ребята из разных вузов объединяются в команды и делятся своими навыками с юными подопечными. Причем, раскрывая способности своих учеников, постепенно раскрываются сами. С каждой встречи их жизнь становится ярче и разнообразнее. Я вот никогда не знала, что я, кажется, умею и петь, и танцевать, и рисовать. Только придя в отряды, я поняла, что мы действительно очень многогранные люди. Понимают это и руководители юных лидеров. Случайных людей в таких отрядах не бывает. Сюда приходят только самые активные, которые готовы вести за собой. По словам организаторов, конкурс на лучший студенческий отряд просто необходим. Это своеобразный отчет для всех, кто работал летом и продолжает работать сейчас. Летом мы работали в нескольких лагерях и в местных, и в детских оздоровительных лагерях. И работали на море. Направления и деятельности абсолютно разные. Если в местном лагере мы работали, у нас тема была тематическая, смена была тематическая, экологическая, то на море мы работали с профильными сменами по ученическому самоуправлению, по творчеству. Студенты, которые предпочитают разноплановое развитие, есть в каждом вузе и в каждой территории. Поэтому сегодняшнему очному этапу предшествовал этап заочный, в котором принимали участие города Орска-Бузулу. В конкурсной программе, которая проходила в зале, приняли участие только оренбургские команды. Отряды имеют форму сборных, поэтому сегодня у нас в очном этапе принимают участие три студенческих категорических отрядов. По результатам выполнения конкурсных заданий лучшим в области стал студенческий отряд «Крылья». По итогам работы в 2012 году эти ребята также были первыми. Тем не менее, хорошее настроение осталось у всех участников. Независимо от призовых мест, они все победители над скукой, ленью и бездельем. И в продолжение темы студенты педагогического вуза придумали, как разнообразить учебный процесс. День лицеиста и 180-летие со дня приезда Пушкина в Оренбург взяли и объединили в праздничный бал. Что из этого получилось и насколько талантливо подошли к процессу организаторы в рубрике «Таланты и поклонники». У них в руках планшеты и цифровые фотоаппараты. Современная техника помогает оставить в памяти красивый бал, который подготовили активисты педагогического университета. Это похоже на объединение времен. Дамы в нарядных платьях и кавалеры во фраках, а рядом с ними в зале сегодняшние студенты. Если сравнивать век 19 и век 21, изменилась только одежда и образ жизни. А в целом студенты – это те же лицеисты, которые любят, ревнуют и изучают науку. Мы постарались воссоздать эту эпоху 19 века. Разучили старинные танцы, свойственные для той эпохи. Сегодня будут звучать музыкальные композиции, тоже соответствующего стиля. Подобрали специально такое помещение. Вот, как видите на нас, одеяние 19 века в стиле ампир. Сценарий бал и вицеистов активные студенты разработали сами. Затем разучили танцы, которые были популярны в 19 веке и выбрали свои роли. Главные герои произведения Александра Сергеевича Пушкина гуляли по залу, общались и помогали зрителям окунуться в соответствующую атмосферу. Преподаватели были только зрителями и оценили на отличное выступление своих подопечных. Бал объединил студентов разных курсов и даже разных вузов. Для ребят был важен конечный результат. На осуществление цели было потрачено немало сил и времени. Чтобы так красиво двигаться, они оставались после занятий и по три часа репетировали. Я сам участвую в этом первый раз. Это уникальное событие, я думаю, для каждого студента любого курса. Зрители старания ребят оценили. Не каждый день удается попасть на бал не просто посмотреть, а принять в нем участие, играя в ручеек. С точки зрения истории и литературы это было очень интересное, занимательное мероприятие. Это только один из праздников, организованных студентами педагогического университета. Их энергии и творческой фантазии достаточны для того, чтобы воплотить в жизнь любые самые интересные идеи. Вот такой вот праздник и как в театре опускаем занавес. Первый выпуск студенческого обозрения завершается. Следующую программу смотрите уже через неделю. Отличного настроения и как можно больше хороших новостей. До встречи. 7 декабря. Дворец культуры и спорта «Газовик». Финал второго сезона телевизионного конкурса «Новое движение». «Новое движение». Председатель жюри – легендарный продюсер Ким Брейдбург. В гостевой программе – концерт группы 7B и первая встреча с героями мюзикла «Голубая камея». «Новое движение». Интересно смотреть, престижно участвовать, круто победить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова